Уважаемые коллеги, та информация, которую мы сейчас услышали, конечно, заставляет нас об очень многих вещах задуматься. Уже очевидна картина, что предыдущее руководство нашего города во главе с администрацией нашего муниципального предприятия целенаправленно, планомерно доводило это предприятие до краха. Это делалось в течение многих лет, и в результате это привело к накоплению больших долгов. Я хочу сейчас обратиться к журналистам одного небезозвестного канала, которые снимают репортажи, в которых они демонстрируют свою заботу о том, чтобы работники муниципального предприятия получали вовремя свою зарплату. Уважаемые журналисты, для объективности того, что вы делаете, я хочу порекомендовать вам снять дачи, снять дома, посчитать имущество, руководство города, машины, загородные виллы, бассейны, тем, кто ставил свои подписи на всех договорах, тем, кто выписывал себе премии, необоснованные, суме 64 леев в год, в убыточный год для нашего, 64 тысячи, прошу прощения, и порекомендовать в своем репортаже, который, я уверена, вы снимете, чтобы они выплатили, продали свое имущество и заплатили бедным работникам, которые действительно работают, заработные платы. Спасибо большое. Спасибо, господин господин господин. По иконам аудита выявлено очень много нарушений. Значит, были заданы вопросы начальникам управления, юридического, земельных отношений. Все это хорошо. И я бы хотел, чтобы перед советом, и думаю, мои коллеги меня поддержат, должен стоять господин Крокодил в первую очередь и объяснить нам хотя бы по совокупным убыткам этого предприятия. А можно и марку рядов в Крокодиле? Можно и марку рядов, да. Значит, за списание дебиторки личными приказами директора, за оплату ГСМ для Глоринга, за убытки по продаже недвижимости предприятия, ну и также перечисление денег фирмам «Фантом». Я надеюсь, что на следующую сессию мы можем его пригласить, задать ему вопросы. И думаю, у моих коллег появится дополнительный вопрос к нему. Мы послушаем, как качественно работал этот директор в течение 20-ти, я не знаю, сколько лет. Спасибо, Игорь Николаевич. Я вообще передумала идею, потому что сделать одно непосредственное заседание университетного ответа, непосредственно отдельно по этому вопросу, и пригласить сюда не только Крокодила, но и Кокодила, но и Кокодила, а и Кокодила. Игорь Николаевич, для этого мы и обратились, и обращаем следственные органы. Пускай они нас услышат, пускай они зададут им вопрос. Как директор выписывает себе 64 тысячи рублей премию? Для нас все непонятно. Или как Маркус, когда выписывают на 8-й марта премии, будучи работником премии, женщинами нашелся? Нож, девочки. Понятно. Да, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, я извиняюсь, это уже вы знаете, это эмоции-эмоции, но вы послушали, что горожане говорят, а? Но это стыдно уже, а? Никто не принимает никаких мер, что касается Маху и его компании, и Владоса. На вопрос с Игоря Николаевича по приглашению господина Крикадена. Если вы помните, по обращению господина Крикадена Крикадена, когда пришел документ инкассу с министерства финансов по взысканию долга и пени за тот храгит на международный МАА, так как мы служили на Маляне, название распоряжения Гермала было возбуждено, как бы служили на расследовании по этому факту, и, конечно же, на основании служило обращение средних. С тех пор мы были соответствующим, как бы служили на расследовании, и, соваясь на то, что был назначен аудит, то есть затянули этот процесс, и, конечно же, когда были уже готовы к результату, мы позвонили за него, дали на руках результат логидерской проверки, и на 14 декабря мы ему вызвали, чтобы он уже ответил на все эти вопросы. В рамках дисциплинарной комиссии, и, в частности, то, что касается по университетному менеджменту этого кредита, потому что, получается, на сегодняшний день и из-за его халатности предприятие и, господи, нашему эксплуатет несет неоправданные затраты для оплаты вот этих штатных санкций, вот и на кредитах так получается. Вы знаете, 14-м даже не делся. Я не уверен, что он даже на совет, но надо соблюсти всю эту процедуру, его вызвать, как бы, по какому вопросу выслушать, и его комментарии, потому что, тем более, что от отчетов его официально на руках, он подростки взял отчет именно отчет по университетному проверку этого первого контроля. Я бы хотел дать, слава Богу, советую, чтобы под результат университетной проверки просто отправились соответствующие следственные органы, чтобы было в комплексе уже запущено вся эта официальная процедура по возбуждению уголовного дела, и не пробились те же следственные органы, отчиняя, с отказом в возбуждении уголовного дела по факту передачи в концессии главных инженеров, которые это все взаимосвязаны. Я бы принял вам про два рекомендатора вопроса. Спасибо, Игорь. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода